Сегодня я поговорю про опухолюнфицирующие лимфоциты, что это такое и как это влияет в целом на тактику нашего лечения. Хочу начать с того, что в целом классификация рака молочной железы претерпевала изменения за последние десятилетия. И все начиналось с морфологической классификации, далее иммуногистохимические, подтипы рака молочной железы суррогатной. Также были выявлены внутренние подтипы на основе профилирования генов. И сейчас большое внимание уделяется микроокружению опухоли и анализу иммунных клеток в окружении опухолевых клеток. Важно понимать, что иммунная система в развитии и прогрессировании опухоли играет ключевую роль. И концепция иммунного редактирования, прямое подтверждение этому, мы знаем, что на первой фазе, как реагирует иммунная система на опухолевые клетки, это первое – это элиминация, когда иммунная система эффективно уничтожает опухолевые клетки. Далее следует фаза равновесия, когда возникает генетическая нестабильность, гетерогенность опухоли. И последняя фаза – это фаза уклонения, когда все-таки опухоль побеждает, и опухоль избегает иммунного надзора и прогрессирует. Тем самым опухолевое микроокружение является одним из ключевых звеньев в прогрессировании опухоли. Опухолинфетрирующие лимфоциты – это клетки, которые в основном представлены Т-клетками. И на самом деле они могут играть как проопухолевую активность, так и противоопухолевую активность. То есть не все иммунные клетки хорошие. И это представлено на данном графике. Мы видим, что часть клеток супрессирует иммунный ответ, а часть, наоборот, способствует как раз эффективному иммунному ответу и уничтожению опухоли. И тем самым этот баланс очень важен в развитии опухоли. Как же в целом оцениваются ТИЛС? Для оценки ТИЛС не требуется каких-то дорогостоящих препаратов или аппаратов в целом. Для этого необходимы просто препараты с окраской гемотоксилина и айзином, которые стандартно используем мы в оценке опухоли. И оцениваются опухоли-инфлетрирующие лимфоциты не в опухоли, а в строме между гнездами опухолевых клеток. И здесь представлено, собственно, на слайде, что в строме опухоли-инфлетрирующие лимфоциты довольно-таки высокий уровень. Здесь представлено. Процент от площади стромального компартмента, то есть округляется до ближайших 50%, включается в подсчет лимфоциты и плазматические клетки, и исключаются нейтрофилы и гранулоциты. И также исключаются области, где представлено некрозом и гранулоцитами. В последней рекомендации по рабочей группе по оценке ТИЛС существует три градации по уровню ТИЛСов. Это низкий уровень, промежуточный и высокий. Здесь представлена, собственно, эта классификация, то есть от 0 до 10 – это низкий уровень, от 10 до 40 – средний, и высокий – более 40%. Но нужно сказать, что по данным исследований границы между высоким и низким уровнем ТИЛС довольно-таки различаются у разных исследовательских групп. Итак, как же вообще в целом отличается прогноз в зависимости от ТИЛСов при различных подтипах ракомолочной железы? При иллюминальном подтипе не так много работ, конечно, при данном подтипе, в отличие от других подтипов. Мы знаем, что иллюминальные подтипы ракомолочной железы отличаются низкой иммуногенностью. Средний уровень ТИЛС здесь ниже, чем в других подтипах, то есть при ИХР-2 позитивном и трижды негативном. Эти опухоли характеризуются низкой мутационной нагрузкой. И что интересно, что в данных опухолях ТИЛС ассоциируется даже порой с ухудшением прогноза. То есть высокий уровень ТИЛС связан с ухудшением прогноза. И здесь представлен мета-анализ большого количества исследований по оценке уровня ТИЛС. Мы видим, что выживаемость без прогрессирования не улучшается при высоком уровне ТИЛС, а общая выживаемость наоборот хуже при высоком уровне ТИЛС. Довольно-таки интересно наблюдение. Если мы говорим при ИХР-2 позитивном раке молочной железы, то здесь наблюдается уже довольно-таки благоприятный прогноз при высоком уровне ТИЛС. И что характерно, это увеличение частоты полного патоморфологического ответа. И такая же тенденция наблюдается при трижды негативном раке молочной железы. Высокий уровень ТИЛС ассоциирован с увеличением частоты полного патоморфологического ответа и с увеличением выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Мы видим, что на графике часть пациентов с одной и той же стадией, но с разным уровнем ТИЛС, отличаются по прогнозу. И хотелось бы представить результаты нашей работы, которая была, собственно, доложена на конкурсе молодых ученых в прошлом году по оценке ТИЛСов в неодевантной пластинно-содержащей химиотерапии при трижды негативном раке молочной железы. В наши исследования включались пациенты первой и третьей стадии трижды негативным раком молочной железы. Часть пациентов получала платинно-содержащую химиотерапию, а часть — бесплатиновую химиотерапию. Первичной и конечной точкой являлась ПСР, а вторичная — бессобытийная выживаемость. Здесь представлена характеристика пациентов. Группы были сбалансированы по стадии, грейду, статусу лимфатических узлов, мутационному статусу и уровню ТИЛС. Мы видим, что большая часть пациентов относилась к промежуточному уровню ТИЛС. Результаты исследований. Частота ПСР была выше при неодевантной химиотерапии с препаратами платины. В целом, закономерное явление, что мы ожидали. Также была увеличена частота ПСР при высоком уровне ТИЛС, однако данные различия не достигли статистической значимости. Если мы посмотрим на частоту ПСР в зависимости от схемы неодевантной химиотерапии и от уровня ТИЛС, мы видим, что при высоком уровне ТИЛС не было значимых различий в частоте ПСР между схемами химиотерапии, а при низком уровне ТИЛС было значимое увеличение частоты ПСР при добавлении препаратов платины. И также вы видите, что распределение уровня ТИЛСа было медиано, а распределение было одинаково в двух группах лечения. Показатели трехлетней бессубъективной выживаемости в зависимости от уровня ТИЛС. Мы также градировали уровень ТИЛС, как и рекомендует международная рабочая группа. Мы видим, что пациенты с высоким уровнем ТИЛС более 40% имеют отличный прогноз, и трехлетняя бессубъективная выживаемость составляет 95%. При промежуточном и низком уровне бессубъективная выживаемость остается низкой и в целом значимо не отличается. Тем самым мы объединили эту подгруппу в низкий уровень ТИЛС. Мы видим, что данные показатели значимо различаются. Трехлетняя бессубъективная выживаемость в зависимости от схемы неодевантной химиотерапии значимо не отличалась в нашем исследовании, что в целом коррелирует с данными предыдущих исследований. И бессубъективная выживаемость в зависимости от уровня ТИЛС и в зависимости от схемы химиотерапии. Мы видим, что выживаемость пациентов с высоким уровнем ТИЛС вне зависимости от схемы химиотерапии достигает 187%, а при низком уровне ТИЛС, вне зависимости от схемы, показатели выживаемости остаются низкими. Здесь представлен график по трехлетней бессабетийной выживаемости в зависимости от достижения полного патоморфологического ответа. Тоже в целом закономерные результаты. И здесь представлен многофакторный анализ. Мы видим, что по данным нашего исследования наиболее значимым фактором, который влиял на бессабетийную выживаемость, являлся уровень ТИЛС и также достижение полного патоморфологического ответа и стадия заболевания. Тем самым выводы нашего исследования, что низкий уровень ТИЛС является неблагоприятным прогностическим фактором у пациентов с ранним 3D-негативным раком молочной железы, что согласуется с данной мировой литературой, и добавление препаратов платин можно рассмотреть в первую очередь у пациентов с 3D-негативным раком молочной железы при низком уровне ТИЛС. И дальнейшее подтверждение результатов проспективными данными может помочь оптимизировать лечение данной когорты пациента. И хотелось бы пригласить наших молодых коллег для участия в конкурсе научных работ молодых ученых. Это отличная возможность показать ваши исследования и быть оцененными нашими экспертами. Спасибо за внимание. Продолжение следует...